Всем привет! С вами Юмилия Сындук выпустил очередной безбашенный видос. Почему безбашенный? Потому что я смотрю на название и вижу. Человек-паук от российских аниматоров. Мы обязаны с вами заценить этот ролик. И, пожалуйста, подписывайтесь на инстаграм. Недавно я выпустила там новую фоточку с новеньким косплеем. Обязательно ее зацените. Пожалуйста. Ну ладно, го смотреть. На широкие экраны выходит новый амбициозный полнометражный мультфильм про Человека-паука, заигрывающий сразу как с разными визуальными стилями, так и с параллельными мирами. Да, видела, видела. Круто, что мода на мультивселенной снова в тренде, благодаря Рику и Морте, но в Marvel эта тема получила развитие еще давным-давно. Одно из самых масштабных событий в мире Marvel, идея которого как раз и легла в основу мультфильма, это Паучьи миры. Толстенный комикс о встрече пауков из разных вселенных. Мне про это парень рассказал. Питер Паркер и Майлз Моралес, и Гвен Стэсси, и Свин-паук, и даже Парк-паук. Вообще я из... Свин-паук. Зык отсохнет перечислять все изобилие дружелюбных соседей из паучьих миров. Проще сказать, кого там не было. И показать. Вместе с командой талантливых отечественных аниматоров я замутил свой собственный Spider-Verse. Возможно, слишком громко сказано. В общем, у нас есть шесть скетчей с нашими версиями пауков. Короче, хорош трендить, пора мультики смотреть. А, то есть это они сделали мультики, то бишь это не совсем трэш-контент. Я думала, это будет что-то прям супер-трэшовое, и российские издатели какие-то сделали что-то безбашенное, по типу как, там, есть комикс борьбы Хабиба и Козилы. Но я думаю, что тут будет все не так плохо. Это же Сындук, блин. Очень знакомая музыка. Последнее время со мной так всегда происходит. Все время я слышу какую-то песню, или же просто мелодию и думаю, а я где-то ее слышала. И не могу вспомнить где, это бесит. Ох ты. Как-то вот это выглядело. Кто-нибудь, помогите! Отталкивающий. Эй, ну что? Тебе никто не поможет, куколки. А ну-ка отвалите от нее, уроды! Э, слышь, еб, кому сказала Квалина? Нифига себе! Человек-паук! Ваш дружелюбный сосед! Эту тучку я крышую. Слышите, дуйте отсюда, пока не огребли. Неужели это он? Это... Что? Это гоп-паук! Лали вас туда! Гоп-паук! Гоп-паук! Спасибо тебе! Я уж думала, что... Он сейчас ее присанет, да? Это же гоп-паук! За крышу гони, что губы раздуло? Я так и знала, потому что гопники все такие. Привет, я... Было бы странно, если бы этот гопник был бы нормальным, несмотря на то, что он человек-то... Эдик Брок, и мы ведем прямой репортаж прямо с открытия... Эдик Брок, че? А ну-ка! Привет, я Эдик Брок, и мы ведем прямой репортаж... Эдик Брок! ...прямо с открытия новой нефтяной вышки в Северодвинске, где... Черт, возьми, это был мой новый костюм из Зары! Где я достану бабла со своей зарплаты журналиста на новые вещи? Воу-воу-воу-воу! Что со мной происходит? А-а-а-а! Вена! Отныне я... Черная нефть! С тех пор моя жизнь поменялась... А че я вспомнила почему-то про версию? Я стал главным национальным достоянием России. Меня зауважали миллиардеры. Что? Я ни в чем себе не отказываю. Но всему приходит конец. Дурацкие санкции! Новые санкции, цена нефти достигла рекордно низких показателей за баррель. Не знаю, как даже правильно произносится это слово. Все ведь было так хорошо! Какой ужас! Человек-нефть под запретом. О, блин! Мне даже ничего не пришлось делать. Паркер, мне нужны нормальные, четкие фотографии Человека-паука. А не вот это позорище! Ты фотограф или кто, в конце концов? Прояви себя! Даю тебе последний шанс! Или ты уволен? Хм... А вам сложно угодить! Ну ничего, в этот раз я выложусь на все сто! Обещаю! А че он такой странненький? О! Что?! Я нажала случайно куда-то не туда, извините. Я просто была в шоке от того, что тут было. Ну ничего, в этот раз я выложусь на все сто! Обещаю! О, боже! О, боже! О! На одном стуле пить это че? На другом? Ой, я промолчу что-то. Промолчу. А вот, в конверте твой гонорар. Ты свободен на сегодня. Ох, паук. О, боже. Как же я тебя ненавижу. Что с... Это так, где... Пожалуйста, не надо больше. Двадцать, двадцать. Эй! Оу! Это тут не хватает полчинника! Босс, в конверте не хватает! И сейчас он поймет, чем он занимался, да? А-а-а! Мои глаза! Да уж. Мои глаза тоже вылезли бы наружу, если бы я увидела что-то подобное. Так, а это что? Покер был чемпионом по игре в покер. Но однажды его укусил радиоактивный паук, и его жизнь изменилась навсегда. Ну что, господа, вскрываемся? Оу. Две пары. Немножко не так. Фолл Хаус. Стрит. Ха! Пасьян с паук! Че? Да б***я, я не знаю, как это получилось. Честное слово, я больше не могу нормально играть в покер. Оу. Что? Мне было бы смешнее, если бы я шарила что-то в покере, но... Что происходит? ...сещали, нет. Где я? Че? Че там происходит? Добро пожаловать в зоологическую лабораторию. Что ты задумал, Октавиус? Спокойно, спокойно. Человек-паук уникальный вид живого организма. Я бы даже сказал, что ты под угрозой исчезновения. Так что с этого момента ты будешь находиться под охраной государства. Вообще-то это государство должно находиться под моей охраной. Кстати, да. Ничего не могу с этим поделать. Ты... Я тупой. Это костюм. Бла-бла-бла. Каплтекст. Птицы, квадраде, пауканчик. Представи, ты редкого вида. Остаток своей жизни ты проведешь в зоопарке. Серьезно? Это жестоко. Да это вас нужно в красную книгу. Таких редкостных кретинов я еще ни разу не встречал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я победил, паук. Победил. Мне интересно, почему он не сопротивлялся вообще никак. Не издеваетесь. Мам, а можно я его покормлю? Не стоит, сынок. Пауки едят только мух и прочих насекомых. Слушайте, ну это уже совсем абсурд. Мэри Джейн! Мэри Джейн! Ты должна мне помочь! И что сделает она? Ой, какой смешной паукан. Ау, как мило. Ай, ужас. Вечер в хату, паук. Что? Секунду. Раз и тебя сюда заключили, значит, ты сам доктор-осминог. По логике, должен пополнить зоопарк. Не смотрите на меня так. В теории, это был идеальный план. Только в теории. Ох, и некому было за Русь-матушку. Серьезно, что ли? Пупо стоять. Пока доброго молодца Петрушу в длань... Паук кудесный не цапнул. Преобразился наш Петруша. Стал силой недюжинной. Обладать. Петруша. Человек шалкопрят. Нарядился, как на маскарад. Есть у него верящено. Всех врагов он победит легко. Кружит паук над градом. Мне кажется, если бы русский народ увидел бы такого человека-паука, его бы на кол посадили, но... Это только мне кажется. Что за чайки? Что с ними не так? Вот такие паучьи мирки у нас получились. Вообще, советую лично ознакомиться с оригинальной книгой комиксов, потому что это отличный вариант для погружения в богатый паучий лор перед походом в кино. Интересно, сколько он стоит. Нужно будет почитать, если недорого. По промокоду SNDK на книгу действует скидка 30% в онлайн-магазинах по ссылкам в описании. Причем она приплюсовывается к уже имеющимся скидкам и получается прям как-то совсем неприлично выгодно. Но, эй, для вас не жалко. Скоро Новый год, пора закупаться с подарками. Кроме того, промокод применим еще к двум отличным паучьим книгам. Огромный сборник Совершенный Человек-паук, в котором разум Питера Паркера сращивается с доктором Октавиусом, порождая на свет улучшенного во всем Человека-паука. Я читала комиксы только в детстве, но было бы интересно почитать их и сейчас. Эти книги нестареющая классика. То, с чего все началось. Человек-паук 62-го года от Стэна Ли и Стива Дитко. Спасибо за просмотр. Поддержите анимацию на ютубе лайком, подписывайтесь на канал. Конечно же, ребята, обязательно завозим лосики под это видео. Оно топ-вое и очень наркоманское. И читайте хорошие комиксы. Какой Человек-паук больше всего понравился вам из этого видео? Мне понравился Петруша. И Го-паук тоже угарный. Да блин, они все какие-то угарные. Но про зоопарк... Нет, он тоже угарный. Я не могу выбрать Человека-паука из этого видео, который бы мне понравился больше всего. Вот серьезно, думаю об этом, думаю и не могу никак сказать. Также у меня есть к вам небольшой вопрос. Я понимаю, что он, возможно, не относится к теме видео. Нет, он вообще к нему не относится. Но я слышала много хороших отзывов о книгах по World of Warcraft, по Вовке. Сама я Вовку не играла, и я хочу спросить у тех людей, которые в нее играли. Вот человеку, который не играл в эту игру, интересно ли будет читать книгу? То есть сам сюжет книги, он завораживающий? Или же книга хороша только тем, что по ней есть игра? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, потому что думаю, покупать эту книгу или же не покупать. Надеюсь, что Саиндук будет больше выпускать подобных видеороликов. И, кстати, получается, что это у нас коллаб. Я вот посмотрела на аниматоров, которые есть в описании, и, по правде говоря, я не знаю никого из них. К сожалению, не узнаю только Саиндука, но, я так понимаю, он участвовал только в озвучке, а сам ничего не рисовал. Но с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Вот такая вот у меня реакция получилась. Не знаю, понравилась она вам или же не понравилась. Всех целую, и всем пока!